Прошедшая неделя была действительно насыщена событиями, событиями, которые были либо последствиями предыдущих, либо новыми всевозможными анонсами и так далее. Давайте начнем по порядку. И начнем с событий, которые последовали за теми чудовищными общественными слушаниями, которые произошли в Башкирии, в Уфе. Я имею в виду общественные слушания по строительству дельфинария в районе Сипаилова. На прошедшей неделе мэрия буквально вызвала к себе главных активистов, по их мнению, этого события. Несколько девушек были приглашены на беседу с мэром. Причем все это выглядело достаточно загадочно, потому что на эту беседу категорически не допустили прессу, кроме аффилированных с мэрией телеканалов, которые вели записи этой встречи. До конца непонятно, какова была цель вообще этой встречи. То ли уговорить, то ли обсудить, то ли еще что-то, в общем, сделать. Но закрытость этой встречи, конечно, наводила на всякие нехорошие мысли, в том числе на мысли о том, что предпринимается попытка каким-то образом укатать эту ситуацию. Мэрия категорически не восприняла то, что на самом деле выразителями воли горожан были не три девицы под окном, а более 80 тысяч человек, подписавших петицию. Речь опять шла о том, что это чудесный инвестиционный проект. Правда, господин Мустафин так и не смог обосновать этого проекта ни документами, ни финансовыми выкладками. Опять шла какая-то странная речь о том, что дельфины это очень здорово, и что дельфинов не видели дети Мустафины. И вот теперь многие дети, может быть, получат возможность этих дельфинов увидеть и даже потрогать. Три смелые девицы, Куцуева, Вишневская и Маловица, были непреклонны, потребовали конкретных объяснений, конкретных описаний этого проекта. Не получили их. И, в общем, конечно, ни о чем договориться не получилось. Очень нехорошая, на самом деле, эта ситуация. Она только подтверждает то, что мэрия категорически не готова к современным нормальным процессам взаимодействия с обществом. Мэрия опять попробовала кого-то там укатать, уболтать, а может быть, напугать, или, как говорится, чем-то заинтересовать, но, слава богу, этого не случилось. Я, честно говоря, расстроен, я в растерянности, я не ожидал, что наша мэрия так примитивна, так проста и так глупа. Мадам Сулейманова вообще заявила, что никаких слушаний можно было и не проводить, и вообще это все ерунда, это все как бы для вас, дорогих, а вы тут все испортили. Тут надо, конечно, разочаровать мадам Сулейманову в том смысле, что проводить слушания обязательно. Есть два федеральных закона, которые описывают необходимость проведения слушаний. В общем, конечно, ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Она только утвердилась в той позиции, в которой находилась после слушаний. Я очень надеюсь на то, что у мэрии ничего не получится со строительством этого совершенно идиотского проекта, потому что, ну, они не могут его объяснить. У них в глазах вот эти 700 миллионов инвестиций, как будто бы. Но тут уже пошли подробности, люди начали обсуждать, зачем, почему, куда и как. Выяснилось, что, оказывается, детям-инвалидам выделяется достаточно существенная субсидия от государства, и эта субсидия там порядка что-то, нескольких десятков тысяч рублей в год. И вот как раз на эту субсидию, вероятно, нацелены всевозможные центры реабилитации. Но повторю то, что было сказано уже много-много раз, и не только в наших передачах и выпусках, никакого научного подтверждения целительности вот этого общения с дельфинами не существует. Более того, вот эта вот инициатива одного из руководителей Мединститута о создании кафедры их теологии, она вообще так сильно рассмешила всех, даже Наташу Павлову, в том смысле, что эти знатоки морской фауны не в курсе того, что дельфины, на самом деле, это не рыбы, а их теология изучает рыб. В общем, конечно, ужас-ужас, как принято говорить в нашей передаче. Будем посмотреть, чем это дальше продолжится. Судя по всему, мэрия будет все-таки настаивать на своих позициях. Посмотрим, удастся ли ей сфальсифицировать вот эти вот общественные слушания, которые, видимо, повторятся в Уфе. Посмотрим, насколько уфимцы будут принципиальны в своей позиции. В общем, будем наблюдать, будем анализировать. Новости Куштау. Пожалуй, что пора уже вводить такую рубрику. На прошедшей неделе стало известно, что Россельхоз Российской Федерации одобрил вырубку практически 1800 гектаров леса на горе и в районе горы Куштау в рамках осуществления функций по разработке и дальнейшей добыче вот этого сырья. То есть процесс идет, как я и говорил. Сода, она очень планомерно и очень настойчиво совершает все формальные и неформальные процессы. Защитникам Куштау нужно обратить на это внимание и, пожалуй, что уже браться за ум, потому что при отсутствии системности в защите вот этого памятника природы на фоне вот этой безжалостной систематической работы соды, конечно, они, скорее всего, проиграют, если дальше себя будут вести так же. Сода идет по шагам. Вот теперь получено разрешение на вырубку 1800 гектаров леса. На этой же неделе владельцы турбазы, которые расположены на одном из склонов горы, попытались судиться с содой и отменять решение о разработке. Этот пока процесс идет. Действительно, там на склонах горы есть замечательная горнолыжная база. Я даже как-то на ней катался много-много лет назад. Очень даже ничего себе хорошая трасса. Активисты, впрочем, не сидят сложа руки. На 1 декабря назначено собрание по вопросу разработки Куштау. Инициатором этого собрания граждан явилась башкирская общественная организация «Башкорт». 1 декабря, в воскресенье, в спортивном центре «Юность» пройдет это мероприятие. Время точное и обстоятельства мероприятия можно посмотреть в интернете. Активисты организации «Башкорт» приглашают всех заинтересованных лиц. В том числе они пригласили и Хабирова. Я понимаю, кажется, что это некая формальность. Хабиров, конечно же, туда не придет. Потому что мы помним все, как Хабиров объявил фактически организацию «Башкорт» и схожие с ней чуть ли не личными врагами. Организации, которая разжигает что-то и поджигает и так далее. В общем, я помню, и вы, наверное, тоже помните эти резкие выражения, в которых дорогой Ради Фаридович все это дело излагал. Но, в общем, процесс пошел. Вот это первое мероприятие. «Башкорту» не разрешили. Несколько заявок отклонили на митинги в публичных местах в республике, в городе Уфе. Вот они теперь собираются проводить собрание, как говорится, в закрытых стенах. Ну, не знаю, получится это или не получится. Посмотрим. В принципе, конечно, заинтересованных в этом процессе и в защите Кушта у людей очень много. И не все они разделяют ценности БО «Башкорт». Тем не менее, вот эта объединяющая история с Шиханом, возможно, придаст силы этому движению. Ну, посмотрим, что произойдет 1 декабря. Насколько адекватно будут вести себя силовики. Насколько это все будет спокойно, ровно и конструктивно. На прошедшей неделе, во вторник, мы упоминали о том, с какой строгостью дорогой Радий Фаритович указал чиновникам провести Новый год в республике Башкортостан с размахом, красиво. Чтобы он запоминался жителям, там, отрегулировали торговлю алкоголем и так далее, и так далее. Я уже говорил о том, что Хабиров уделяет очень большое внимание праздникам в жизни народа. Судя по всему, он полагает, что именно праздники являются основными отвлекающими, развлекающими факторами для населения. Беляев был напуган на оперативке, отчитывался о сотнях и тысячах елок, которые он установит в республике Башкортостан. И совершенно обошел стороной вопрос о стоимости этих елок и вообще о смете вот этого всего безумного праздника, который затевается в республике Башкортостан. Так вот, у меня сразу тогда возник вопрос о том, а сколько это стоит, вот это вот все великолепие, вот эти вот тысячи елок, ледовых городков и всевозможных, значит, светящихся фигур. Но Беляев тогда мастерски избежал вообще конкретики по поводу стоимости. И вот на прошедшей неделе выяснилась очень странная и, на мой взгляд, безобразная подробность, а именно то, что Беляев купил шесть вот этих вот пиксельных елок, елок, сделанных из, судя по всему, светодиодов, управляемых через компьютер и светящихся в нужном порядке. Так вот, шесть елок обошлись бюджету республики, внимание, в 115 миллионов рублей. К елочкам прилагались какие-то снежинки и световые фигуры, но 115 миллионов рублей за шесть елок – это 19,2 миллиона за каждую елку. Это, конечно, ужас. Это сильно дороже, чем елка, которая будет стоять в Москве, главная елка страны. Это сильно дороже, чем вообще укладывается в сознании. И тут мне в голову пришла одна история. Однажды я гулял по Иерусалиму, и на подступах к Господню, к храму Гроба Господня, есть такой подземный раскоп, там какие-то археологические ведутся исследования, изыскания. И вот прямо в этом раскопе, в огромном бронированном стеклянном кубе стоит гигантский подсвечник, еврейский подсвечник Минора, ростом, наверное, метра два с половиной, и он сделан из чистого золота. Там сколько-то неимоверное количество, сотен килограмм этого золота. И этот подсвечник подарил городу какой-то американский миллиардер, судя по всему, еврейского происхождения. И я стоял перед этим бронированным стеклянным кубом, смотрел на этот огромный кусок золота и думал, что за безумие. Вот взять и вбухать, ну, наверное, там миллиард долларов, или там сколько, просто в кусок железа, и поставить его, ну, там, не знаю, тщеславие ради, или там чего-то еще в центре города. Ну, ладно, миллиардер из Америки истратил свои деньги на этот странный золотой подсвечник. А вот господин Беляев истратил бюджетные деньги. 115 миллионов рублей господин Беляев истратил на шесть елочек. В общем, конечно, эта история кошмарная. Особенно на фоне того, что на том же самом оперативном совещании было заявлено, что, например, на ремонт детских столовых в школах пищеблоков денег недостаточно, и сразу столько не дадим, сколько нужно. Вот нужно растянуть, экономить, там, выискивать пути решения экономии и финансирования. А вот на елочке 115 будьте добры, получите. В общем, конечно, история очень подозрительная. Особенно в контексте того, что закупка производилась в рамках чрезвычайной ситуации, что позволило закупить эти елочки у одного дружественного подмосковного предприятия, минуя конкурсные процедуры. Что за чрезвычайность ситуации создалась, что за угроза жизни, здоровью населения была, чтобы использовать вот эту статью закона, обходя конкурсные процедуры и закупая напрямую у одного поставщика, совершенно непонятно. Елочки купили в рамках чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация – это что, Новый год? Или такое вот настойчивое пожелание дорогого Радия Фаритовича, чтобы Новый год прошел ярко и весело? Я не знаю. Но в целом, конечно, история с елками должна иметь свое продолжение. Я думаю, что тут и правоохранители должны тщательным образом проанализировать вот эту закупку, дать оценку законности этого явления, ну и так далее. В сегодняшнем выпуске я бы хотел рассказать одну интересную историю, которая имела продолжение на прошедшей неделе, в минувшие дни. Речь идет о громком заказном убийстве, или, по крайней мере, попытке заказного убийства, которая случилась еще в 2017 году. Давайте по порядку напомним, о чем идет речь. В 2017 году на улице Менгажево, на парковке дома номер 140, киллер стреляет трижды в голову уфимскому бизнесмену Павлу Кабанову. По счастью, быстро оказанная медицинская помощь и, видимо, не очень умелые действия киллера позволили Павлу Кабанову выжить, и с тех пор эта история закрутилась. Ну, вообще, для Уфы это, конечно, чрезвычайная история, и я помню, насколько это все взбудоражило тогда и медийное пространство, и вообще жители Уфы. В общем, как развивались события дальше. Дальше достаточно быстро был задержан непосредственно исполнитель этого злодеяния, некий Тимур Узбеков, который вел себя, прямо скажем, достаточно странно. Практически сам напрашивался на то, чтобы его арестовали, потому что он ездил на купленной в лизинг машине с маячком местонахождения, разговаривал по своему телефону, в общем, практически никак не скрывался. Очень странные были обстоятельства его задержания и ареста. В момент его задержания почему-то его толком не обыскали, и исчез его сотовый телефон, в котором, как впоследствии выяснилось, была переписка с заказчиком преступления. И, в общем, история стала раскручиваться. Дальше это ужасное злодеяние преступления стало обрастать какими-то очень странными подробностями. После того, как задержали непосредственного исполнителя этого попытки заказного убийства, Тимура Узбекова, он указал на некого Тимура Каримова, которого обозначил как заказчика, и пояснил, что получил за это преступление 750 тысяч рублей. Указав на Тимура Каримова как на заказчика этого заказного убийства, Тимур Узбеков отбыл, условно говоря, отбывать наказание, и дальше начались действия в отношении господина Каримова. Господин Каримов многократно утверждал и сейчас утверждает о том, что во время следствия и во время следственных действий на него оказывались всевозможные воздействия и давления, причем давление с целью указать непосредственно на следующего главного заказчика, по мнению следствия, Эдуарда Юлдашева. Эдуард Юлдашев в прошлом высокопоставленный сотрудник МВД, заслуженный сотрудник МВД, со всевозможными регалиями и званиями, и вот почему-то на него указывает господин Каримов. События развиваются стремительно, следствие устраивает обыск в жилище господина Юлдашева, задерживает самого господина Юлдашева, это все еще 2017 год, напоминаю, где-то примерно декабрь, причем задерживает его при весьма своеобразных обстоятельствах. Господин Юлдашев собирался отметить свой юбилей с друзьями в Санкт-Петербурге и буквально на пороге его задерживают, помещают в СИЗО и начинаются следственные действия. Вот в корне всей этой истории лежит странное притягивание за уши человека, который не имеет никакого отношения к фигурантам этого дела, к пострадавшему Кабанову, Каримову, и тем более никакого отношения не имеющего к этому Узбекову. Дело в том, что сейчас эта ситуация трактуется как некая месть господину Юлдашеву за его принципиальность, когда он был еще сотрудником МВД, и в дальнейшем такова позиция защиты и позиция самого Юлдашева и его друзей и знакомых. Но следствие имело в тот момент иную точку зрения, и буквально недавно суд отпускает из предварительного заключения господина Юлдашева и Каримова ввиду того, что выясняется, что на данный момент никак не доказано, окончательно рассыпались все аргументы следствия в отношении этих двух людей. В общем, ситуация на самом деле беспрецедентная в том смысле, что по таким тяжким статьям людей, арестованных, задержанных и помещенных в СИЗО, как правило, не отпускают. Как правило, следствие все-таки набирает некий достаточный пакет доказательств того, что эти люди причастны к преступлению, но здесь ситуация несколько иная. В момент, когда шло судебное разбирательство по аресту Юлдашева и Каримова еще в 17-18 годах, четыре месяца не могли принять решение в суде об их задержании. Предварительные слушания длились, длились и длились в суде. Двое судей взяли самоотвод. Это говорит тоже о экстраординарности на самом деле ситуации и о том, что судьи полагали, что то, что представлено им в суде правоохранительными органами, не вполне достоверно указывает на вину Юлдашева и Каримова. Сейчас они отпущены под домашний арест. Следствие продолжается дальше. Но вот эта история, конечно, она очень четко характеризует способность некоторых наших правоохранительных органов буквально притягивать за уши людей к какому-либо делу. Давайте разберемся в обстоятельствах. Во время следствия загадочным образом исчезает телефон господина Каримова. Изначально звучала версия о том, что заказчикам, это еще когда Узбеков давал показания заказчикам, этого злодеяния была некая женщина, потом стал мужчина. И вообще показания Узбекова многократно менялись на фоне того, что, судя по всему, шел некий торг, некое убеждение этого злодея в том, что ему нужно принять определенную позицию следствия и указать на определенных людей, тогда ему выйдет некое снисхождение. Дело в том, что Каримов, да, он, конечно, человек с достаточно богатым криминальным прошлым и есть за что его упрекать. Соответственно, видимо, следствие получилось убедить его в том, чтобы он занял какую-то такую вот очень странную позицию. Но вопиющим фактом является то, что у господина Юлдашева, как главного обвиняемого, как основного заказчика этого злодейства, нет абсолютно никакого мотива. Он никогда не встречался с Павлом Кабановым. Он никогда не имел с ним никаких контактов, конфликтов и совместных интересов, в том числе и противоречащих интересам друг друга. С какой бы стати господину Юлдашеву тратить существенные суммы денег и вообще зачем заказывать абсолютно постороннего человека, никакого интереса для него не представляющего и так далее. То есть это первый момент, который очень подозрительно выглядит, абсолютно недостоверно характеризует позицию следствия. Далее пошли вообще чудесные вещи. Это всевозможные потери во время следствия. Было потеряно почему-то орудие преступления. В дальнейшем во время суда не были представлены материалы следственного эксперимента, когда господин Узбеков восстанавливал ситуацию с этой стрельбой на парковке на Менгажево и так далее. Очень много странностей, которые наводят на мысли о том, что вся эта конструкция собрана в попыхах, в интересах каких-то третьих, условно говоря, лиц, и с целью вовсе не разоблачить злодеев, а назначить кого-то крайним в этой ситуации. Я не берусь утверждать, что следователи исполняли чей-то заказ, потому что пока не берусь, как говорится, утверждать. Но, тем не менее, вся эта ситуация выглядит очень странной. И тот факт, что сейчас суд освободил Каримова и Юлдашева из-под стражи, говорит о том, что на самом деле суд находится в тупике. И здравомыслящие люди в судебных инстанциях понимают, насколько недоброкачественно собраны доказательства против этих людей, которые очень длинное время, очень длительный срок провели в предварительном заключении. Это тоже, собственно, конечно, возмутительная история, потому что, не имея на руках достаточных доказательств вины человека, так надолго лишать его свободы. Но, в общем-то, это уже вещь, граничащая, наверное, тоже с должностными преступлениями. Я не знаю, как это можно квалифицировать, но мне так кажется. Кроме всего прочего, конечно, рассыпаются в пух и прах все доводы следствия о том, что Юлдашев якобы пытался скрыться, уезжая в этот Санкт-Петербург. Обстоятельства того момента, когда его задержали, говорят о том, что человек на самом деле очень четко и понятно планировал свою жизнь. У него были заказаны ресторан, какие-то билеты в музей, гостиницы в Санкт-Петербурге. Он собирался встретиться там с людьми, с друзьями. То есть, как бы вот так себя не ведут заказчики преступления, которые стремятся скрыться от следствия, от дознания, от погони и так далее. В общем, конечно, вот эта история – это очень характерная иллюстрация того, насколько все мы находимся в какой-то опасности, в ситуации, когда кто-то где-то при исполнении служебных обязанностей вдруг становится заинтересованным в том, чтобы кого-то наказать, кого-то прижать, кого-то, условно говоря, посадить. В общем, будем наблюдать пристально за этой историей вокруг вот этого заказного убийства, попытки заказного убийства, вокруг расследования этого дела. Было бы очень интересно понять, кто на самом деле был заказчиком попытки убийства Павла Кабанова. Было бы интересно понять, у кого были для этого настоящие мотивы и каким образом эти мотивы воплотились. Наверное, все-таки следствию необходимо заново начинать допрашивать и опрашивать вот этого господина Узбекова, который единственный человек, который имеет непосредственную связь с заказчиками, с ситуацией, в общем, со всей этой картиной. Конечно, подобного беспредела, честно говоря, в республике Башкортостан я в последние годы не припомню. Возможно, это какие-то внутри ведомственные разборки, возможно, это какая-то месть, возможно, еще какие-то мотивы для подобных событий. Но, в общем, обратим внимание на эту ситуацию, не оставим ее без внимания и будем внимательно отслеживать то, что будет происходить дальше вокруг дела Юлдашева, вокруг вот этой попытки заказного убийства и так далее. На фоне продолжающейся транспортной реформы в Уфе и в Республике Башкортостан стали появляться вот эти уже, так сказать, метастазы, результаты этой транспортной реформы. И вот, в частности, хотелось бы упомянуть историю с автобусными маршрутами 280-284, о которых очень много говорили в сети и в информационном пространстве на прошедшей неделе. История – это такая странная маршруты эти, соединяют жилищный комплекс Миловка-Грин, Суровку и Центральный рынок. Вот как-то вот так они идут. И внезапно эти маршруты, на которых работали частные перевозчики, стали как-то так угнетаться в пользу 107-го маршрута Башавтотранса, который ходит по тому же, собственно, маршруту, но имеет другой номер. Причем вся эта история приняла какой-то такой детективно-криминальный характер. На неделе сначала эти автобусы частников 280-284 начали после полудня тормозить, останавливать, досматривать силами ГИБДД. У этой истории с 280-284 маршрутом, которые противостоят 107-му маршруту Башавтотранса, есть еще одна пикантная подробность, деталь. Во-первых, эти маршруты связывают достаточно отдаленные районы с центром города, и, ну, в общем-то, от них зависят люди, там нет альтернативы. То есть, либо этот транспорт есть, либо его нет. Но есть еще одна деталь. Частники снизили цену. Ну, то есть, в рамках, условно говоря, конкурентной борьбы, давайте так это называть, они на 5 рублей снизили проезд, и вот в этот момент начались репрессии. То есть, Башкир Автотранс фактически занимает позицию такую, что есть 107-й автобус, езжайте на нем, он будет немножко дороже, чем частники, а с частниками мы разберемся. Я не знаю, так ли действительно звучит вопрос, который там ставится в Башавтотрансе, действительно ли это их инициатива, но тем не менее выглядит так. ГИБДД, наверное, на пустом месте не начнет ловить конкретные номера маршрутов и там пытаться их пресекать и не давать им работать и так далее. В общем, конечно, это вот частная история, которая характеризует на самом деле ход вот этой транспортной реформы. То есть, в ход идут не нормальные, разумные, рациональные аргументы, комфортность автобусов, низкая цена, удобство оплаты, а в ход идут вот такие силовые, административные методы решения вопроса. То есть, на самом деле, конечно, это не конкуренция. На самом деле, это, конечно, не содействие малому бизнесу, а это, в общем-то, такая достаточно примитивная экономическая война. И да, Радий Фаридович, у нас здесь Техас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова